ДИКУЮ ТЕРИТОРИЮ 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 ДИКУЮЮ ТЕРИТОРИЮ ДИКУЮ ТЕРИТОРИЮ ДИКУЮЮ ТЕРИТОРИЮ ДИКУЮЮ ТЕРИТОРИЮ ДИКУЮЮЩА ДИКУЮЩА 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 никогда бы не поверить по россии заболтался делаясь к тебе я весь свой снаряжение паре потерять и особенно жалко мой орел переделанный под ваш патрон 939 пушка сильный я сам лично пару кровососов завалил бы правда боюсь что больше от страха так вот по моему я оставить его там же в тоннеле на заводе росток найди мне эта пушка есть у меня пару арта в ценах не они сами не ну не очень нужны но так и быть принеси мне мой ствол и я дать тебе один из них приман ты не тушу и ся найду и принесу берем стандартный квест на фамильное ружье охотника и кстати говоря стоп я еще забыл к одному товарищу заглянуть и к долговязому него же тоже квест один имеется сейчас заберем теперь можно что-то починить требуется оружие не ремонтируешь да но меня инструменты изношенные так что пока не занимаюсь ремонтом если найдешь хороший набор то попробуй тебе помочь а какие именно тебе нужны да принеси какие найдешь подойдут из любого набора даже из набора юный техник сам понимаешь в зоне дефицит хороших инструментов поговорю что бандиты заныкали какие-то на тп кордона запрятали так хорошо что теперь сами найти не могут прятавшие это данным давно зона забрала попробуй там поискать еще на базе свободы может быть этот набор у торговца или местного ремонтника они же чем-то должны ремонтировать свое оружие ну хорошо поищу знать бы только где именно так еще тут я хочу кое-что улучшить свои пукалки хочу отдачу уменьшить вес снизить ты сможешь мне помочь в этом могу только это дело трудоемка мало кто в зоне этим занимается но для этого мне нужны инструменты причем первоклассные инструменты например ркб 86 у а такие только у вояк есть и что-то предлагаешь сходить к ним и попросить но это уже не мои проблемы хотя поговорить с сержантом плечко пару часов назад он рассказывал в баре про сталкеров которые след за тобой проникли на военную базу и стащили оттуда много чего полезного кто знает может они инструменты приходили с собой ну ладно побеседую с долговцем извини если не сильно тебе сюда нельзя вроде бы в прошлый раз в варе довольно таки долго крутился но как видите не все довел до конца ну что ж теперь давайте поговорим с этим сержантом плечко так есть он тут вообще есть отлично ты-то мне нужен мне рассказывали про рейд сталкеров на базу вояк знаешь подробности знаю из самых первых уст и стоя из самой группы всего один счастливчик остался в живых остальных солдаты перестреляли эти сталкеры пришли на призыв крота но поздно когда заварушка на игропроме уже закончилась они узнали про сталкера который проник на военную базу через подземку и решили пойти след за ним чтобы поживиться чем-нибудь на базе была полная тишина поэтому они не торопясь набивали свои рюкзаки хабару и свою глупость рейды поплатились через полчаса прибыло подкрепление по словам выжившего там такое началось что в перестрелке погибло пять сталкеров двоим удавалось спуститься в подземелье но вояки там их прижали этому сталкеру пришлось спрятать в хабар чтобы выбраться из ловушки этот счастливчик не сказал где спрятал краденые что-то пробубнил про винтовую лестницу сказал что в подземку и теперь они точно пасут и больше туда не ногой это все что мне поведал ну что ж потом сходим заберем инструмента а сейчас отправляюсь наконец-таки на дикую территорию как видите взял для собой абакан потому что тут имеется подствольник а подствольник не как никогда нужен ну что ж встретимся тогда уже с вами на дикой территории ну что ж я уже на дикой территории опа не знаю что свидетели делать кончайте его без шума и пыль Увалил, сделаем. К вам близок у меня сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет от бара. Балказаров, я не понял. А не перестелил наших снайперов? Да. Отправь пару ребят прижить в эту задницу. Так, давайте посмотрим, что-то в тайнике. Ух ты. Эмбрион Семера. Классно. Да, только рано радуешься, однако. Круглов. Вот и все. Нету вашего вертолета. Сейчас вы и получите. Крайся провидим. Сталкер, помоги. На нас топали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам. Мы к лобу не останемся. Помоги нам пробиться через засаду лазерудов. Я тебе скинул координаты. Будь осторожней. Волкодам с головорезами возле вертолета. Ох уж эти головорезы. Так, все, разговор окончен. К бою. Как вам будет угодно. Опа. И кто это, волкодав, крадется? Так, далеко собрался-то. Так, ружьюшка там че-то. Лежит. Так, а волкодав, кажется, живой. Так, а волкодав, кажется, живой. Опа-на. Не получилось его сразу убить. И что тут? Волкодав, а среди зашифрованных данных есть описание преобразования артефактов. Замираем. Замираем. Новый артмод. Отлично. Так. Ну что, ну вроде со всеми разобрались, так? О, обрывки памяти. Ну, в принципе, тут ничего такого интересного нету. Самое главное, что вот любимый ствол все-таки заполучил, так сказать. Ну, хотя он не так уж, что не стал нравиться в последнее время. Ну, все же, ладно. Угу, зон. Ладно, наконец-то, пускай здесь остается. Я только подашники соберу и все. А куда Круглов убежал? Круглов, дурик, ну что ты делаешь? Где он? Жив хотя бы, жив. Ладно, потом заглянем во все другие места интересные. Надо вам Круглову прикрывать. Ну что ж, пришлось немножко переиграть, потому что, оказывается, из-за того, что мы кидали гранаты, Круглов начинает убегать от места встречи. А если Круглов будет стоять не там, где надо, и мы с ним в этом месте не поговорим, то будет очень плохо. Ну что ж, давайте тогда с ним поговорим. Хорошо. Спасибо, сталкер. Боец из меня плохой, но я знаю дорогу, поэтому я тебя буду везти, а ты прикрывай нас по пути. Ну, само собой. Тут, мне кажется, кто-то стрелял, ну, блин. Вроде нету никого. Не, лучше ты впереди иди. Ты ж ведешь, как бы. Так, вот наемнички уже появились. Так, один готов. Они идут за нами. Неченый, останови их. Да пытаюсь. Так, ну, где ты? Все, нашел. Все, готово. Так. Погоди, там сзади еще кто-то. Ну, ладно, эти отобьются, я думаю. Тем более, с оружием у них проблем нету. Все, вот, видите, все идет по плану. Так, Круглов, погоди, да я. Противнее! Все, наконец-то, с Кругловым все стало яснее, все. Теперь нормально, оказывается, вот, нельзя кидать гранаты. Так, Круглов начинает... У него какой-то появляется испуг и все. Ух ты ж, блин. Вот это да. Так, а там впереди зомби должны быть. Ну, спасу Круглов. Ну, что ж, Круглов, наконец-таки, побежал. Оказывается, заглючил он чего-то немножко. Ну, теперь все на своих местах. Фух. Ух, неужели мы в безопасности, наконец-то? Спасибо тебе за помощь, я твой должник. А пока возьми вот эту флешку. Это результаты последней экспедиции, уверен. Бармэна за эту информацию хорошо заплатят. И я еще бы хотел информацию на КПК твою скинуть. Ты мне жизнь спас. А это... Это, в общем... Опа. Ну, вы видели, да? В общем, вот информация по гипермодификату Алмазный Колобок. Да, мы на месте. Неченый, если зайдешь к нам в мобильную лабораторию на Янтаре, подарим тебе скафандр научный. Ну, посмотрим, как получится. Так, куда-то скакал. Вот он. Спасибо тебе. Я тут чешую нашел. О, прикольно. Такое, что узнать. Все. Не хочет с нами разговаривать. Видимо, пойдет сейчас на Янтарь. А мы пойдем искать... Именное оружие охотника и пустынный орел Фримона. Ну что ж, дошел я до места... Около которого должны быть эти вещи. Но тут химьярка обитает, поэтому надо быть аккуратным. Вот она. Кстати, пленка лежит. Надо потом ее будет забрать. Так. Ну и куда она делась? Химьярка. Химьярка, химьярка. Куда ты? Пропала-то, а? Ну-ка выходи. Мне к тебе идти опасно. А, ты уже мертва. Ой. Так. Куда идти? Сюда, что ли? Так, а здесь что? Блин, а там телепорт. Так, надо аккуратно. Во. Отлично. Попал туда, куда надо. Так. И что тут у нас? О-о-о. Именное оружие охотника. ТОС-34, охотник. У-у-у. Крутое оружие. И с какими-то татуировками, что ли. Не пойму, блин. Довольно-таки круто выглядит. Особенно для ТОСа. Так, а тут у нас должен быть пистолетик. Для Фримана. Вот он. Большой Бен. Вот так вот. Ну что ж, вернем тогда Фриману и его пистолеты. Ружье охотнику. Так, опять эти все телепортации, блин, ужасные. Так, может так выберемся. Во, там телепорт. Так. Все, выбрался. Ну что ж, вроде бы с заданиями на дикой территории я со всеми вроде справился. Сивы, по-моему, надо потом как-нибудь встретиться. Ну а теперь, наверное, пойдем в бар сдавать квесты и набирать новых. Ну что ж, охотник, наверное, заждался своего ружьишка, как и пистолет своего Фримана. Ну что ж, давайте тогда отдадим вещи. Нашел. Держи свое ружье. Ну, тут понятное дело, тут с оригинала вроде все сохранилось. Ладно, не буду читать. Привет, охотник. Есть просьба от одного бандита? А тебя что ли? Более бандитское ружье я еще не видел. На свою посмотри, алкаш. Короче, урка один жила. Хочет ствол у тебя купить. Продашь? Если, конечно, не пропил его. Больше он ничего не хочет? Да я, да за это ружье. Хотя... Чертим, ладно. Пусть пивка мне достанет. Банок эдак 20, нет, 40. Короче, принеси от него что-то полезное и тогда поговорим. Пиво? Да ты спятил. Откуда здесь пиво? Ладно, передам. Гордон Хай. Ну как, оклемался чуток? Держи. Пушка ей, правда, ствол на бой. Мне понравилось. О, меченый, отошел маленько. Ваша водка ей хорошая компания. Любую душу согреют. Точнее, отогреют. Мы с Хантер теперь дружба. Мы на охоту ходить. Отдельный респект за Орел. Вот, держи, как и обещал. И дал яркую пустышку. Смотрю, ты тут совсем освоился. Понравилось у бармена. Ты только с долговцем. Часто на Будершафт не пей. Иначе охоты тебе не видать. А на охоту надо с барином ходить. А это так, для антуража. Очень теплая компания, великодушная. Соленый огурец есть, научили. Мировой закуска. Мистер Меченый, дело ей серьезное. Когда мы с мой проводник добрались до дикой территории, встретил ли один человек? Как же его звали? О, вспомнил. Джеймс. Он сказал нам, что тоже из Америки. Выпили и, короче... Он уговорил отдать ему мой кейс на сохранение. В нем очень важны документы для меня. Не очень-то ему доверять, но еще больше бояться туда ходить. Ваша зона очень страшная. Сходи, принеси, а? Там, где стоянка наемников, есть небольшая огороженная территория. А на нем... Вагончик. Где-то там он и обещал меня ждать. Сходи, забери. Ну ладно, уговорил красноречивый. Как ты говоришь, его звали? Джеймс. Я иностранцам в зоне тоже бы не доверял. Ну, Фремону помочь. Это дело такое. Чуть ли не святое. Ладно. Я даже не знаю, куда отправиться. Говорит с этим Джеймсом или же отправиться на поиск инструментов. Так. Да, вот инструменты для долговязываний. Для... И армейские инструменты. Два квеста. Два квеста как один. Ну, короче говоря, сейчас надо выполнить с этим Джеймсом. По-любому. Потом инструменты надо найти. И, собственно говоря, жилы поговорить. Насчет оружия. Ну, я думаю, наверное, отправлюсь... Куда отправлюсь? К Джеймсу, наверное, отправлюсь. Тем более, я там пока что все расчистил. Чтобы пока что новые наемники не появились, надо вот успеть. Ну что ж, отправляюсь тогда на дикую территорию. Будем забирать кейс у Джеймса. Ну что ж, добрался я до Джеймса этого. И теперь давайте с ним поговорим. Но перед тем, как с ним поговорить, вы обязательно... Опа. А я же ящики разбивал-то вроде. Обязательно прокрадитесь за него, потому что вам это очень сильно пригодится. И сохранитесь обязательно, потому что сейчас будет драка. Сейчас будут танцы. Эй, ду ю спик инглиш, мэн. Тебя, случай, мне Джеймс Бонд зовут? А тебе что, морда? Вали нахер. За подлом не с тобой базарить. Я людей нужных жду. Ах ты, паскуда. Посылалка еще не выросла. Я тебя, на че, еще рыло лично этим кулаком. Вы теперь понимаете, да? Про что я говорил. Ой. Нифига себе. Нет, слушайте, ну я, конечно, все понимаю, но вот это я... Вот это вот я не понимаю. Да. Всякое в зоне, конечно, увидишь, но вот это... Слушай, ну ты б не стыдился бы, что ли, не вытащить его из этой передряги, так сказать. Опа. Научный костюм наемников у него даже имеется. Ни хрена себе. Кейс Фримена. В кейсе хранятся документы Фримена, какие-то фотографии, все на английском языке. Ну, забираем. Все это нам пригодится. Рано или поздно. Ой, сколько я тут насобирал. Убирай любую, называется. Ладно, потом это дело все можно продать. Или же фотоник свой положить. Ладно, я проверю, не объявился Сивой. Если же его не будет, то, наверное, встретимся уже с вами в баре. Буду сдавать квест Фримену. Точнее, давать ему кейс. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами либо у Сивого, либо в баре. Ну что, Фримен? А вот и ящик твой принес. Точнее, кейс. Эй, Фримен, ты плохо кончишь? Ты кого мне подсунул? У меня аж стол перегрелся с твоим козлом. Спикать. Это чё такое? Поясни-ка мне ситуацию. Меченый, что стряслось? У вас всё окей? Я ничего не понимать. Твой Джеймс, ублюдок, а эти четыре гада разряжённых на меня кинулись, а посему свинец в аду пережёвывает. Вот твой кейс. Сори, Меченый. Я его плохо знал. Я никогда не думал, что он ублюдок. Вот возьми, надеюсь, это компенсирует ремонт твоей брони. И дал нам игломёт. Опа-на. А в козлец, он 68 тысяч стоит, однако. Так, ну давай-ка у тебя игол этих прикупим. О, блин, дорогие. Вот это вид. Вы видите, коллега, видите, бог мой, это же это. Я даже затрудняюсь сказать, что это за зверь. Смотрите, какие я. Погиб сталкер, профессор волков, янтарь, заноза. О. А занозы, это, блин, для любого оружия вообще непобедимая тварь. Ну, разве? С одним дробовичком это становится немножко получше. получше. Ай, давайте всё продадим, что я имею. Так, косюльчик я оставлю. Вроде бы он нам по квесту может быть. Хотя... Ладно, хрен. Если что, ещё найду. Так, делишки. Вот флешка с информацией, которую мне дал профессор Круглов. Хорошая работа. Я думаю, долг будет благодарен за эту информацию. Сейчас проверим, что тут у нас. Так, тут есть координаты выхода на склады и информация не новая. Но есть не у всех. Давай я тебе тоже нанесу на карту. Ну, и немного наличных. Вот твоя награда и дал нам 5000. Ну, что ж, спасибо, бармен. Спасибо. Ну, что ж, теперь, наверное, отправляемся в тёмную долину. Будем разговаривать с Жилой насчёт вот как раз-таки именного оружия охотника. Встретимся тогда уже с вами у него. Перед тем, как отправиться к Жиле, не забудьте прихватить с собой 20 бутылок водки, то бишь ящик, потому что сейчас начнётся кое-что интересное. Ой. Ну, это не совсем то, что я имел в виду. Так, надо вздремнуть. началось. То, про что я говорил. Сталкер, нужна твоя помощь. Ты должен принести мне ящик водки побыстрее, иначе я умру. Увидеть меня тебе пока ещё рано, поэтому водку положишь в рюкзак, который спрятан в старом запорожце справа дороги, и... если идти в бар. Сделаешь, отблагодарю. Ой, ну, блин, прекращай идти с галлюцинацией, эти проклятые. Блин, если плохо контролёру, не до... это не означает, что должно быть плохо и мне ещё, придачу. Ой. Вот он, запорожец. Опасные связи, и правда опасные. Что это было со мной? Будто кто-то в голову залез. Надо скорее выполнить просьбу и отвалить. Ну его нафиг связываться с этой тайной зоной. Так, вот он. Складываем водочку. У меня даже ещё... А, я же это... С контролёра подобрал эту водку. Спасибо, мужик. Выручил ты меня. Возможно, мы ещё свидимся, я тебе помогу. А пока запоминаю наводку на один яничок. О нём в голове одного сталкера узнал. Если идти прямо в бар, то увидишь сухое дерево справа дороги. Под его корнями найдёшь рюкзачок с хабаром, бывай. Так, и где? Вот оно, вроде бы, сухое дерево. Ну. Всё, вроде бы, прошло. Интересно, кто это был? И ведь отказать не смог. Как будто в голову залез. Жуть какая-то. Надо же срочно водки выпить. Всё, сбиваемся потихонечку. Так, ну вот, вроде бы, сухое дерево. Да, вот рюкзак. Оу, Маузер, ринг-комплект и глаз ворона. Вот глаз ворона самый ценный, по-моему, здесь. Ну, ещё картечь. Ну, что ж, забираем. Хабарок такой, чё б не пропадать ему. Ну, я думаю, ради 20 бутылок водки обменять на вот такой вот неплохой тыничок всё-таки стоит. Ну, что ж, а теперь расправляюсь к Жили в тёмную долину. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok